Березняковская земля Конечной точкой маршрута стало село Большие Березняки, где в начале войны возвели сурский оборонительный рубеж. Ну вот, вот эта же ширина, вот. Он идет туда дальше, вдоль суры. Сегодня о месте трудового подвига напоминают лишь неровности ландшафта. Настоящая память хранится в сердцах внуков и правнуков тех, кто в 41-м возводил сурский рубеж. Укрепление должно было остановить вражеские танки в случае их успешного продвижения под Москвой. 45 дней женщины и дети копали промерзлый грунт. По 3 кубометра, а это четвертая часть КАМАЗа на каждого ежедневно. Ров 5-метровой глубины с окопами и блендажами протянулся на 200 километров. Приезжали со многих, в том числе и городов, да, учителя, представьте, да, там, врачи, там, служащие. Кто-то не готовый, наверное, к такому труду. И меняли учительские указки на кирки и лопаты, и долбили эту землю. И вот когда у нас передовая группа сюда приезжала в Березники и беседовали с теми, кто помнит эти события, и вспоминает, как приезжали вот с городов, в обуви не готовые, конечно, к погоде такой, не к грунту. И обувь тут же приходила в негодность. И березниковцы делали лапти, такую обувь, да, и вязали носки, и обогревали, и теплом, и кормили. И это тоже подвиг. По архивным документам, Сурский рубеж строили около 350 тысяч жителей Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Мордовии. С просьбой открыть эту героическую страницу истории в Единую Россию обратились самарские ветераны. К подготовке автопробега присоединились все неравнодушные жители Самарской области, у которых сохранились какие-либо воспоминания, документы, фотографии. На месте событий в Мордовии прошел торжественный митинг. Это очень важно, когда ты присутствуешь сам, когда ты своими глазами вот видишь, бываешь на местах этих великих событий, как вот сегодня на месте начала строительства сооружения сурского рубежа обороны. Ну, это просто, это незабываемо, это запоминается на всю жизнь, это действительно невозможно не прочувствовать через себя. Вместе с ветеранами локальных войн в поездку отправились воспитанники самарских морских пехотинцев, ребята из военно-патриотических клубов «Тайфун» и «Гардемарины». Они постоянные участники парадов памяти и других памятных мероприятий. Для чего все это нужно? Для того, чтобы на примере старших своих товарищей, ветеранов спецназа, они учились и понимали, насколько дорогие слова для нас «Родина», «Честь». Насколько сегодня эти ребята смогут увидеть и прочувствовать все это, будет зависеть, насколько они поймут, что это. Насколько они поймут, что слово «Родина» для нас одна, для всех общая. В память о подвиге женщин и детей, строивших сурский рубеж, в почетном карауле у Стеллы стояли воспитанницы Чапаевской школы-интернатов. Накануне поездки в учебное учреждение прошел урок памяти. Но лишь оказавшись на месте событий, девушки смогли реально оценить масштабы героизма и взвесить, смогли ли бы они повторить этот подвиг сегодня. Думаю, что да, потому что если бы не так, то больше других вариантов бы не было. И пришлось бы все равно, чего бы это ни стоило, надо было все равно копать, все делать, чтобы выжить там. Это было первое ответственное мероприятие для девушек-сирот. Раньше в автопробеги брали только мальчишек. Девчонки доказали, что им тоже многое по плечу. А какой ценой, в этом признались уже после поездки. Я боялась сильно, ну, впечатлений очень много. Все интересно, страшно. Тема женского патриотизма неожиданно продолжилась уже после митинга. В школе села Большие Березники морские пехотинцы со своими помощниками провели несколько этапов игры «Зорница». Участниками стали воспитанники кадетских классов. Мне кажется, что не только мужчины могут быть настоящими военными. Мне кажется, сейчас уже девушки начинают вообще вносить какие-то поправки в этот мир и в политику этого мира. Поэтому, мне кажется, девушка, она тоже способна быть кадетом. Самарские единороссы уже начали подготовку к новому автопробегу. Он должен состояться весной и будет посвящен 70-летию Победы. Память имеет начало, но не имеет конца. Проект «Единой России» важен для молодежи. Им предстоит сохранить историю героев. Но, наверное, еще важнее он для самих героев, еще оставшихся в живых. В канун праздника и всегда они должны быть уверены, подвиг не будет забыт.